И целого лета мало. В Магнитогорске, на окраине города, лежит снег. Откуда взялся ледяной холм в середине августа и почему он мешает жителям поселка Радужный? Расскажем в нашем следующем сюжете. Холмы на полях не редкость, но здесь, в 50 метрах от улицы Жукова, под слоем пыли и мусора скрывается настоящий снег. На этом участке расположен специальный полигон. Зимой сюда свозят тонны снежных масс со всего города, после уборки улиц. Дора была высотой 20-30 метров. Максим Нестеров, житель поселка Радужный, рассказывает, весной талые воды размывают дороги между домов, а летом объездной путь к ним. И это не говоря о мусоре, которым, как одеялом, укрыты окрестности. Начали выгружать снег. Камазы выгружали снег вместе с перемешкой, с мусором. Выгружали в это место. Ну и с прошлого года снег еще даже не растаял. Вот уже середина августа снег до сих пор тает. Также по всему разбросан мусор. Обращались в администрацию, писали обращение в администрацию, но нам писали ответ, говорили, что все законно. В Магнитогорске размещены 4 точки для вывоза снега. Это городская свалка, северная сторона поселка Западный, территория за Димитрово, а также в 60 метрах от улицы Радужной. Они определены специальным постановлением. У нас есть постановление администрации города о содержании территории города Матогорска в зимний период, в котором, в том числе, и определены 4 места для размещения снега. Причем, хочу сказать, что эти места все согласованы у нас с Роспотребнадзором. Да, существуют определенные требования. Эти требования у нас как раз-таки за ними Роспотребнадзор и самоследит. То есть, да, те места, которые есть, мы им предлагаем, показываем, и они нам их либо согласовывают в соответствии с требованиями, либо нет. Снег на эти точки свозят ДСУ и подрядная организация Южуралмост. В администрации поясняют, на них и лежит ответственность за содержание площадок. Чиновники говорят, раньше подобных проблем не возникало. Теперь, когда первые тревожные звонки от магнитогорцев получены, в мэрии пообещали разобраться с этим вопросом. Мы в этом году, если мы говорим о снегосвалке там в районе Зеленого Лога, три раза уже в этом году ее убирали по мере таяния снега. У нас в планах в течение месяца ее полностью ликвидировать. В этом году, в этот зимний период, снега было больше норматива. То есть, ну реально, снега было больше, поэтому снегосвалка тает у нас чуть дольше. Ликвидировать свалку обещают к середине сентября. Однако гарантии, что подобное не повторится в следующем году, нет. Эти участки используют в качестве полигонов уже много лет. А потому в мэрии отметили, будут искать альтернативные площадки для вывоза снега. Мария Клименко, Александр Маргунов, информационная служба, Медиагруппы Знак.